Мусорная реформа в Хабаровском крае откладывается. С нового года заступить на работу должен был единый региональный оператор по организации вывоза бытовых отходов. Однако после того, как президент России подписал закон, позволяющий некоторым регионам перенести сроки перехода на новую систему, Хабаровский край решил этой отсрочкой воспользоваться. Так, договор между правительством региона и оператором, который должен был с нового года отвечать за вывоз мусора, разорван по обоюдному согласию. Напомним, предполагалось, что с нового года сумма в квитанции за вывоз мусора будет зависеть не от квадратных метров, а от количества людей, проживающих в квартире. Однако после повторных расчетов выяснилось, что для регионального оператора такая система убыточна. Ведь получить достоверные данные о том, сколько именно человек проживает в квартире, сейчас невозможно. Миграционные службы не предоставляют необходимые сведения. Как предполагается доработать систему, в чем главная задача мусорной реформы, и когда она все-таки вступит в действие, давайте разберемся. В студии Анжелика Миронова, заместитель министра ЖКХ Хабаровского края. Анжелика Валерьевна, доброе утро. Доброе утро. И к первому вопросу. Почему, несмотря на то, что договор с региональным оператором был заключен, в нашем крае воспользовались все-таки отсрочкой? Знаете, когда вы сейчас рассказали о том, что рост платы, когда посчитали, сколько стоит услуга за оказание, за вывоз отходов, на уровне правительства Российской Федерации было принято решение отсрочить эту реформу, и были даны поручения правительству, в том числе Российской Федерации, разработать механизмы, при котором бы не было бы роста платы граждан за оказанную услугу. Начиная от того, что софинансирование на создание объектов обработки безврежного обращения с отходами, и заканчивая, возможно, субсидирование платы граждан. Поэтому было принято решение все-таки в интересах граждан отложить, посмотреть, когда эти механизмы будут выработаны, и потом уже сплавно заходить. То есть не исключено, вы сказали слово софинансирование, то есть не исключено, что в будущем будет принято решение от правительства Хабаровского края как-то повлиять за счет дополнительных вливаний на уровне софинансирования каких-то проектов, да? Смотрите, такая ситуация, что у нас на территории Хабаровского края, вообще ДФО, необходимо создавать объекты по обращению, вот те же самые полигоны. У нас всего на территории Хабаровского края это два полигона. Это район Лозо, поселок Сета, и буквально в 2018-м введен в эксплуатацию Советская гавань. Потребность создания объектов вот таких, где нужно захоранивать отходы, либо сжигать, обезвреживать, это 79, прогнозно. По Дальнему Востоку это 500 с лишним, только в Якутии 333 объекта. Соответственно, для того, чтобы их создавать, нужно вкладывать в бюджетные средства. Если дело за счет частных инвестиций, тогда рост платы граждан. Если это бюджетные средства, рост платы граждан будет намного, ну, то есть его не будет практически, либо будет минимальный. Давайте вообще разъясним нашим телезрителям, всем, кто нас смотрит, в чем суть мусорной реформы и какие ее глобальные такие задачи. Я бы, наверное, не очень люблю громкие фразы, но, наверное, самая главная цель – это здоровье нации. Мы все знаем, что система, которая у нас сложилась, вернее, которая отсутствует по обращению с отходами, она влияет на экологию, экология влияет на здоровье. Вот главная задача – именно так выстроить систему обращения с отходами, чтобы позволять, чтобы она соответствовала санитарным требованиям, экологическим требованиям. Прежде всего, у нас должны отходы, мы должны жестко контролировать, что отходы забираются с контейнерной площадки и довозятся до объектов, которые соответствуют санитарным нормам, экологическим нормам. Сейчас ситуация складывается, что мы с вами платим, оплатили услугу, особенно это жители многоквартирных домов, управляющим компанией в размере, в плате граждан за жилое помещение, но мы не видим и не контролируем, что отходы поступают на полигоны. То есть фактически бывает так, что управляющая компания либо любое физическое лицо, она заключила договор с Ивановым Петровым, который за 2 тысячи, допустим, отвозит отходы, мы предполагаем, что он довезет до полигона. По факту получается так, что они выкидывают эти отходы за пределами населения. Или по пути, грубо говоря. По пути, да. А всю разницу, которую бы они отдали на полигон, владельцу полигона, они себе кладут в карман. Потом дальше, что в системе идет. Потом приходят органы местного самоуправления, незаконная свалка, с бюджета тратят деньги, и то же самое фактически наши с вами деньги оплачивают за счет бюджета, убираются свалки. Это первое. То есть жесткий контроль. Второе. У нас самое главное, что у нас есть обязанность в действующем законодательстве, что платят собственники многоквартирных домов, ну, жилых помещений многоквартирных домов. А обязанность, допустим, индивидуальных предпринимателей, организаций, любых граждан, нет обязанности платить за отходы. Этот процесс не контролируется. То есть сейчас вот эта новая реформа позволит, именно вводит обязанность всех платить за отходы. И самое еще, наверное, важное, то, что мы сейчас переходим на новый уровень, это давать вторую жизнь отходам. То есть чтобы они использовались, перерабатывались. Вот это тоже главная задача. А что нужно, чтобы реформа все-таки заработала? Помимо полигонов создания. Ой, много что, наверное, нужно. То, что вы правильно сказали. У нас нет данных, сколько проживает граждан. Вот одна из причин, в том числе, почему мы отложили эту реформу, приняли решение отложить эту реформу, у нас пошли споры между гражданами. Одни говорили, что надо платить по квадратным метрам, другие говорили от количества граждан. Первое. У нас действительно нет данных, сколько проживает. Миграционная служба, которая должна вносить эту систему, она не вносит эти данные, мы не видим. Это первое. Второе. Это полигоны у нас. Кроме того, я думаю, что самая большая проблема, наши люди все-таки пока не знают, что такое реформа. Им нужно знать, это их пугает. Они видят квитанцию в плате, будут в шоковом состоянии того, что особенно частный сектор, он в жизни никогда не платил. Еще одна проблема, наши управляющие компании, наверное, мы в декабре столкнулись с ситуацией, когда мы платим, то есть плата за вывоз отходов, это была в плате за жилое помещение. И по идее, наши управляющие компании по закону должны были уменьшить плату за жилое помещение. Что они сделали? Они вышли на общее собрание и сказали, давайте оставим эту плату, допустим, 45 рублей за квадратный метр. Хотя должно быть, допустим, 40 рублей за квадратный, так как отходы. И граждане должны были получить отдельную квитанцию за отходы, ну, за коммунальную слугу. У нас управляющие компании это остались в том же размере, и люди бы увидели, что они бы и плата за жилое помещение, и плата за коммунальные слуги выросла. Поэтому здесь нужно еще прорабатывать, вести работу с управляющими компаниями, с населением. Очень большую. Но, получается, ничего не поменяется пока в ближайшее время для обычных жильцов? Все осталось, мы оставили все как есть сейчас, в настоящее время. Вывозом отходов занимаются управляющие компании в отношении многоквартирных домов. В частный сектор он заключает также договоры с организациями, которые вывозят отходы. То есть все, что было до этого года, оно остается. А куда можно жаловаться, если мустор долго не вывозит или контейнерную площадку не содержит должным образом? Обязанность по содержанию контейнерных площадок, создание, организация этих и содержание контейнерных площадок в отношении многоквартирных домов. Это обязанность собственников, которые, соответственно, реализуют за счет управляющих компаний. Первое, что должны сделать жители помещений в многоквартирных домах, это позвонить управляющей компании. Если управляющая компания не реагирует, не вывозит отходы, а есть нормативы, то есть это практически каждый день, либо по графику, но не больше трех дней должно быть. Раз в три дня вывозиться при минусовых температурах, ниже, по-моему, минус пяти. Соответственно, есть комитет государственного контроля и лицензирования. Наша жилая инспекция, как раньше. Вот нужно туда звонить. Есть телефон горячей линии. И вот у нас тоже в министерстве ЖКХ есть горячая линия. Тоже она работает. Можно позвонить и нам. Ну, первое, это управляющая компания, второе, это госжилонадзор наш и, ну, третье, министерство ЖКХ. И что касается частного сектора и существующего органа местного управления. На какой срок вообще отложена мусорная реформа? Реформу до 1 января 2020 года. Как вы считаете, удастся ли подтянуть какие-то показатели, чтобы приблизиться к тем нормативам, которые требует федеральное правительство? Полигоны, может быть, какие-то открытия. Дело в том, что когда вот этот закон приняли в 25 декабря, там есть такой механизм, что можно на те объекты, которые раньше, незаконные, скажем так, места размещения отходов, можно до 2023 года ввозить отходы. Вот это самое главное. То есть у нас в Хабаровском крае не было, куда ввозить отходы, по факту. Сейчас вот эти мои места, формируем этот перечень этих мест, и тогда уже мы будем понимать, что у нас заработает эта реформа. То есть отходы будут ввозиться на конкретное место, подконтрольное. Спасибо большое, Анжелика Валерьевна, что пришли к нам в гости, нашли время. Напомню нашим телезрителям, что в гостях у нас была Анжелика Миронова, заместитель министра ЖКХ Хабаровского края.